Всем привет! В эфире Дети Большого Толка. Программа с интересными фактами, яркими сюжетами и путешествиями. Весь мир от Барнаула, Алтайского края до просторов космоса. На нашей земле есть материк, который зимой увеличивается вдвое, а потом, когда лед тает, и площадь уменьшается. Это Антарктида, очень холодный полюс. Именно там построили храм по проекту барнаульских архитекторов. Антарктида – родина пингвинов. Самое сухое место на земле. А еще, только представьте, это ничей материк. То есть это единственный из шести материков, на котором не располагается никакая страна. Он общий. В Антарктиде сосредоточены огромные запасы ледяной пресной воды. А еще там, как в космосе, работают ученые со всего мира. Прилетают и изучают природу. Именно там, в Антарктиде, возвели первый и единственный храм. Барнаульский архитектор Петр Иванович Анисифоров рассказал, как это произошло. От идеи до воплощения. Меня всегда завораживало строительство церквей, монастырей. То есть наша православная церковная архитектура. Самое красивое у нас в жизни – это то, что создатель наш Всевышний создал. Это природа, это уникальные-уникальные пейзажи. А потом смотрим, что же люди на этой земле создали. Церковь Святой Троицы – деревянный храм. Он вмещает больше 30 человек. Всероссийский конкурс проектов выиграл проект барнаульского архитектора Светланы Густавовны Рыбак, которая работала в творческой мастерской Петра Анисифорова. Директор мастерской Петр Иванович организовал и возглавил работу творческого коллектива. Надо сначала полететь на место и узнать все технические условия. Природные, климат, как. Мы не представляем, что такое Антарктида. И это только в названиях, в фильмах. И уж это такое далекое, романтическое. Петр Иванович летал в Антарктиду не один раз. Узнал, что там такие ветра, которые сбивают человека с ног. Металл и камни рассыпаются от низких температур. А деревянные строения выдерживают. Так было принято решение срубить храм из алтайского кедра и оставить отстояться больше года, чтобы в дереве не осталось ни одной щели. Затем на самолетах и кораблях алтайский кедр повезли в Антарктиду. На праздничную службу и звон колоколов пришли и пингвины, и полярники со всех стран. Мужчины там были. Загорелые в шрамах. Морозный день. И в них побежали слезы почти у всех при такой службе. И представляете, пока слеза выходит и борода-то вниз, она замерзает. Она по дороге замерзает. И они в таких сосульках все это воспринимали очень-очень торжественно. Сейчас храм в Антарктиде – одно из самых известных туристических мест. Сюда прилетают венчаться пары, несмотря на то, что добраться сложно. Здесь проводятся церковные службы. А еще в мире появилось несколько копий церкви Святой Троицы. И все это благодаря барнаульским архитекторам, строителям, художникам и инженерам. Каждый день в интернете более 10 тысяч запросов на тему «Как нарисовать горы и море». Да, классно было бы научиться. Смотрите нашу рубрику, которую ведут настоящие художники. Она называется «Рецепт шедевра». Будем писать горы и цветы. Начнем с неба. Голубую краску кладем широкой кистью горизонтальными мазками. Горы вдалеке синие. Они негладкие, поэтому и мазки должны быть отрывистыми. Вода в озере. Тоже голубая, но она темнее неба. Вода всегда темнее. Помните об этом. На переднем плане трава. Ее пишем вбивающими движениями кисточки. Теперь берем мастихин. Это лопаточка. Она похожа на нож для масла. Мазки, сделанные мастихином, придают объем. И цветы словно врываются в наш мир из картины. Помним, что масляные краски не нужно размазывать. Наоборот, нужно оставлять фактуру неровности. Теперь волны на воде. Наносим их белой краской ровными отрывистыми линиями. Облака на нашем пейзаже легкие, прозрачные, воздушные. Их можно нарисовать необычным способом. У горизонта небо всегда светлее, поэтому добавим белого над горами и продолжаем работать над цветами. Сколько времени вы проводите в интернете? А сколько хотели бы? Что обычно гуглите? Сколько дней можете прожить без интернета? Что полезного в вашей жизни произошло благодаря интернету? Узнаем у школьников. Сколько времени вы проводите в интернете? Минут 30 или 20. 4 часа бывает, 2 часа в день, примерно 5 часов в день. Минимум часа 2. Я думаю час точно. Ну, 2 часа. Несколько раз по полминуты. В среднем 5 часов. Ну, где-то часа 3 или 4. Я захожу в интернет в завтрак, обед и ужин. А сколько времени хотелось бы проводить в интернете? Как раз-таки 20 минут. Ну, чтобы я был без лимита. Наверное, весь день. Весь день. Я бы хотела меньше проводить с компьютером времени, потому что у меня много домашних животных и всех охота погладить, понежить. Ну, так же час. Максимум 3 часа. Час. Ну, может быть, часа 3. Ну, хотела бы меньше, но не получается. Я бы хотела весь день. Что ищете в интернете? Иногда основу для видеоигр своих. Только для программирования и всякой разной информации, узнавания. Игры часто смотрю, какие можно поиграть по трейлерам, либо просто сразу играю. Прохождение игр всяких. Разные игры. Обычно я люблю заниматься бумажными драконами и смотреть всякие истории. Ну, я обычно смотрю фильмы. Всякие игры, всякие интересные видео. Ну, иногда еще бываю звездочку Баттерфляй. Я недавно получила телефон, поэтому могу только делать фотки и переписываться с бабушкой. Как, допустим, что сделать. Например, как сделать лук. Ну, в интернете я в поисковике ничего не смотрю. Я только, может быть, найду рецепт и всякие фотки. Смешные, может быть, на обои, на аватарку. Я смотрю мастер-классы по дереву. Что интересного интернет привнес в вашу жизнь? Позитив. Хорошее настроение. То, что я стал профессиональной в некоторые игры уже играть. Сделал первый торт. Интернет мне позволяет отдохнуть. Я узнал в интернете очень много нового. Например, как сварить яичницу. Благодаря интернету я научилась делать бумажных драконов. Ну, я оттуда прочитала некое для меня интересное. Например, я узнала, что у страусов три желудка. Теперь я могу снимать фильмы про игровки моего младшего брата. Ну, я узнал, как делать что-либо. Могу общаться, развлекаться с помощью его. А также узнавать новое. Я научилась таким хитростям всяким. Таким красиво одеваться, например. И прически красиво делать. Я стала счастливее и радостнее. Сегодня на вопросы о том, полезен или вреден интернет для детей. И как не ссориться за него с родителями. Мы поговорим и с детьми, и со взрослыми специалистами. У нас в гостях Гаар Краян и Явление Кошарева. Евгения Кошелева. Руководитель по продажам на массовом рынке мегафона в Алтайском крае и Республике Алтай. Евгения знает все о безопасности в сети и прививает цифровой этикет детям. Ценит любознательность и считает, что главное в отношениях с детьми – это доверие. Гаар Краян – педагог-психолог, старший преподаватель в Алтайском государственном университете. Награждена медалью МЧС России за Содружество во имя спасения. Принимала участие в мероприятиях МЧС по психологической поддержке населения в затопленных районах. Вопрос, который волнует очень многих школьников – родительские, которые на телефоне. Как убедить родителей в том, что телефон просто необходим, а в интернете проходит важная часть жизни? На самом деле, действительно, нужно иметь в виду, что современные дети уже живут в других условиях. Если раньше, например, потребностей в этом не было, в интернет-пространстве, сейчас это уже является необходимостью. Очень многие учебные процессы, домашние задания задаются так, что нужно взаимодействовать в любом случае с интернет-пространством. Единственное, что здесь, правда, нужно разделять, когда это является необходимостью, когда это является некий досуг. Когда это является необходимостью, здесь незачем договариваться, это уже нужно делать. И родители, мне кажется, и дети в этом вполне понимают. Касательно форма досуга или форма общения, здесь уже немножко другой момент. Потому что это один из форм взаимодействия. И желательно, чтобы здесь дети и родители научились договариваться, что это не все время этим нужно заниматься, а какую-то часть. Чтобы еще дети и подростки научились нормально социализироваться, взаимодействовать со сверстниками вживую, а не только в онлайн-пространстве. Ну и не забывали этот навык общения, потому что, когда это, ну так скажем, перебор, возникает такое ощущение, что дети, подростки так и не научились общаться друг с другом. У них очень много страхов, волнения по этому поводу. Ну вот в этом случае, конечно, нужно немножко ограничить. Сложно представить мир детей без гаджетов. Да и взрослых также. Ну кто не любит попереписываться сегодня в социальных сетях или поиграть. Важно понимать, что цифровизация мира взрослых, она сейчас полностью отражается на поведении наших детей. И здесь очень важно соблюдать вот этот цифровой баланс. Дети должны, как уже сказали, не забывать о общении со своими близкими, о живом именно общении. Ну и естественно, не должны помнить о том, что ребенок должен отдыхать, не забывать про сон. Поэтому баланс цифровизации, вот нахождение в сети родители должны контролировать. Ну а запрещать использовать интернет, я считаю, что это категорически нельзя, ведь это равносильно тому, что отказать ребенку к доступу к знаниям, коммуникациями со сверстниками, сейчас все равно, куда ни глянем, все равно больше мы общаемся именно в сети. Ну а также к играм они бывают и познавательными, а не просто развлекательными. Поэтому это важная часть их социальной адаптации в нашем мире. Расскажите, как психолог, как успешно договариваться о чем-то-либо и находить компромиссы? Есть ли какие-то правила для этого? Ну, знаете, вот как раз мы стали замечать в научном исследовании также, что слова некоторые, они достаточно жестко звучат, да. Ну вот как раз вот слово, такое слово, как правило, как в этом случае ни дети, ни родители, это, ну, родители любят такое слово, а дети не сильно любят. Поэтому желательно это заменить там на договор, например, семейный договор или семейное соглашение, да. Это мягче звучит, и как-то вот здесь хочется участвовать. Вот, и тогда здесь очень важно на такой момент, что если мы учимся договариваться там с ребенком, нужно иметь в виду, а я, как взрослый, не буду ли это нарушать? Родители переживают, что в интернете только маньяки и мошенники. Существуют ли какие-то правила безопасности в сети, которые должен знать каждый школьник? Безусловно, существуют правила и основы кибербезопасности, которые родители должны прививать детям с покупки, именно в момент покупки первого телефона, смартфона. В первую очередь, это, наверное, дети должны сообщать о всех своих знакомых в сети родителям. И помнить, что с незнакомцами общаться запрещено. Все свои пароли от аккаунтов, от социальных сетей нужно хранить в секрете, никому не рассказывать, поскольку злоумышленники могут воспользоваться этими данными и с ваших аккаунтов вытащить для себя важную персональную информацию. Если вы получаете какое-то сообщение от анонима, в котором содержатся какие-то файлы, ни в коем случае их нельзя открывать без родителей. Ну и с родителями, собственно, тоже. Эти файлы могут содержать разные вирусы, которые могут заблокировать смартфон, персональный компьютер. И далее мошенники выходят с вами на связь, чтобы получить выкуп для того, чтобы разблокировать это. Сейчас все мы активно пользуемся социальными сетями и любим выложить фотографии. Когда ребенок выкладывает фотографию, не нужно помечать место своего расположения. Но отключать геолокацию совсем тоже не нужно. Родители должны знать в любой момент, где находится их ребенок. Есть ли какие-то специальные тарифы, приложения или программы, которые позволят родителям быть спокойны за своего ребенка, что он никуда не нажмет и не спишутся деньги? На самом деле сейчас очень много предложений для того, чтобы помочь родителям контролировать своего ребенка. Специальный тариф для детей, который позволит родителям быть спокойным, детям находиться вот в зоне того контроля, который и не оградит их собственное личное пространство, и в то же время родители будут спокойны. В тариф уже включены такие услуги, которые позволяют детей защитить от нежелательных звонков, смс-рассылок, от платных услуг и контентов, которые вредны на самом деле для ребенка. С помощью данного тарифа для детей мы отфильтровываем более 10 тысяч вредных сайтов, и этот список постоянно пополняется. Родители могут быть всегда спокойны. Уверена, что ребенок полноценно может выспаться, и в ночное время он будет спать, а не играть, поскольку включена услуга, которая ограничивает нахождение в сети ребенка с 11 вечера до 6 утра. Большое спасибо за интересную беседу. А я напоминаю, что у нас в гостях были Гаар Краян и Евгения Кошарева, и мы говорили о том, как не ссориться с родителями из интернета.